Так, приехали мы в Трускененька и вселились мы в интересный отель. Он трехзвездочный и называется он Иболита. Вот так вот он пишется. Адрес антисветового Иболита. Можно погуглить, найти. Значит, из прикольного. Что прикольного у нас в этом отеле? Это его состояние. Состояние свежего ремонта. Ну, простенькое. Фишка этих всех вещей в чем? В том, что эти дешевые туалеты, они легко заменяемы. Дешевые туалеты, дешевая ракона, дешевая дешевая система, рабак. А прикол в том, что когда ты приходишь сюда и видишь, что система дешевая, она в убитом состоянии, это первый звоночек, чтобы валить с отеля. Если ты видишь, что системы дешевые, надо этому радоваться. Потому что подход многих отелей таков, что я буду брать дешевые приборы и каждый год их менять. То есть эксплуатационный цикл каждого из этих приборов от двух до семи лет. А отели каждый год их меняют. Ну, по причине того, что они дешевые и выглядят свежо. То есть можно взять дорогой каком-нибудь Leroy Embog унитаз, там, скажем, за евриков 500. Но его зовут так же зашаркают, как и дешевый. Когда человек приходит, они на бренд клюются, веро им бог, а другие как бы вот на вот этой Вика, Зика, Шмика и так далее. Но когда ты видишь, что в санитарной комнате все гигиенически чистое, то остаться здесь хочется. А теперь кровати. Понятно, что белье должно быть свежевыстеранным, пахнет гениально. Обожаю, когда не ламинат, а ковролин. Есть пару-тройку кресель и, конечно же, плазма в любом состоянии. Мы сняли пару номеров, и два номера нам обошлись в 160 евро. Идем во второй номер. Второй номер выглядит у нас так. Так, значит, здесь двойная кровать. Но эту двушку мы сейчас раздвинем. У нас будут две динарные кровати. Здесь такой же интересный санузел. Там у нас вид во двор. И здесь у нас вид тоже во двор. Но вида на море здесь, конечно, нет. Свежий ремонт. И все довольно прикольно. Большой плюс в том, что здесь я сейчас скажу, сколько. 54 канала. Есть все каналы украинские, латышские, русские, белорусские и так далее. Дмитрий Комаров, мой любимый канал. Украинский ведущий. Так что можно завалиться и посмотреть его. Поскольку мы приехали довольно поздно. Мы целый день провели в Вильнюсе, погуляли по Вильнюсу. Об этом наше предыдущее видео. И поэтому в Дурске и МК нам пришлось остаться на два дня. Слишком поздно приехали. Пять вечера. Зима. Уже темнеет. Вот. И мы планируем поехать на Сноп-арена. Посмотреть, что такое Сноп-арена, как она выглядит. Покататься на фаникулерах. Попить меморальной дурскон-корейской воды. И забежать в аквапанк. Эмоциональное путешествие у нас для того, чтобы скрасить как-то зимние вечера. Но и зимняя депрессия. И с ней надо как-то бороться. Поэтому мы отправились в такое короткое путешествие. Вот. У нас нет путешествия, связанных с лечением. Вообще-то, конечно же, Дурский Нинкай – это такая всесоюзная здравница. Вот. Но мы не приезжаем сюда в эти отели. Если вам интересны отели, то есть санаториум, по-моему, точка ком. Там обо всех отелях рассказывается, которые связаны именно с лечением. Мы же приехали на эмоциональную перезарядку, на небольшой отдых. И для этого этот отель как нельзя кстати. Нравится его цена. Если вы приезжаете сюда вдвоем, вы платите порядка 40 евро. Но если вы большой дружной семьей, как у нас, в 5 человек, 80 евро надо заплатить за два номера. Номера вполне соответствуют хорошим европейским стандартам. А сейчас отправляемся гулять по городу. Продолжение следует... Опять же, не надо забывать, что у нас путешествие основано на детских ощущениях и потребностях. Если у нас ребенок есть, которому 2 годика, то, конечно же, мороз особо не погуляешь. И по злачным заведениям особо тоже не побегаешь. Но, что надо отметить. Даже если тут мороз, то максимум, сколько ты можешь находиться маленьким ребенком на улице, это час 20. Здесь количество подсвеченных улиц, количество подсвеченных парков, вот за моей спиной, ну просто немерено. Причем, неважно, на какой вы улице находитесь, такое ощущение, что здесь правильный мэр. Потому что человек правильно вложил деньги. Дальше мне понравилось опять ощущение людей. Блин, здесь очень трудно. Но я думаю, невозможно зайти в ресторан какой-то, чтобы вам нахамили по любому поводу. По-моему, можно издеваться над несчастными официантами, тебе слова никто не скажет. Мне понравились вещи. Маленькие-маленькие детальки, которые, вот на первый взгляд, вроде бы ничего, а с другой стороны, они составляют общую картину об этом месте. По дороге мы заскочили в заведение, которое называется Хаус. И очень трудно не найти, оно находится практически в самом центре. Там, где заканчивается центральная улица, переходит плавно в парк. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Пока вижу, что меню здесь на всех языках. Это уже приятно. И мы здесь находимся в 6 вечера. Ну, как бы самое время прийти позавтракать, а здесь зима, и мы здесь практически одни. Ну, то есть очень немноголюдное заведение, близко всего. Что мне здесь понравилось, смотрите, это здесь температура, при которой вам будет подано блюдо. То есть указана температура и в течение скольки времени она хранится. Там, полтора часа, двенадцать часов и так далее. То есть указана температура, при которой будет принесено блюдо, и сколько максимально этому блюду потрачится с момента приготовления, либо двенадцать, либо в течение дня. Первое, что бросается в глаза, вот за моей спиной, это дом. То есть архитектура из бетона. То есть даже еще в советское время, аквапарк, например, был построен в советское время, можно посмотреть, как литовцы играли с бетоном. То есть это уникально, когда из бетона люди делают скульптуры. Вроде как дешевый материал, но при правильных руках это выглядит мега круто. Дальше это разного рода фишки, которых здесь миллиард. Например, смотрите, вот стоит велосипед за моей спиной, просто на каком-то задворье, да, в задворках. На нем, на багажнике везут елочки, у которой светится. Прикольно. Можно, например, увидеть такую штуку, как домик для котов бездомных. Можно увидеть такую штуку, например, как кто-то из своего дома выставил такой стенд и делится своими книгами. Предположим, он читает какую-то книгу и ложит туда. А вы можете взять свою книгу и на замену оставить ему. То есть получается такая частная библиотека, которая просто припаркована на тротуаре. Например. И вот таких вот фишек, как вот с этой библиотекой, с этим велосипедом, вот проходите каждый квартал, какая-то фишка. То есть ощущение такое, что вот этот тренд на туризм, такой забитый, никому не нужный городишко, подхватил. И на этом реально люди зарабатывают. И люди понимают как бы ценность туризма и понимают, что и как нужно делать. То есть получается к туристам здесь мега хорошо относятся. То есть если вы посмотрите на карте место достопримечательностей, что тут делать. Тут, честно говоря, нечего было делать 5 лет вообще. Но то, что здесь случилось вот за последние 5 лет, количество построенных домов, количество развлечений для людей. Это мега круто. Это в десятки раз больше, чем было 5 лет назад. То есть Друзкиненькай 2 года назад, 3 года и 4 назад. Это совершенно другое. То есть если вы будете здесь Друзкиненькая года 3 назад, и сейчас будете со мной в комментариях спорить, что это не так, что это отстой. Я с вами, наверное, согласился. Но здесь за год меняется так много и так круто. Количество туристов здесь пропорционально, десятками растет. Основной турист, который мне показалось в том году, это были белорусы. В этом году уже белорусы, наверное, пальмы первенства делят с россиянами, как мне показалось. Сейчас мы зашли в отель, и опять же о маленьких фишках. То есть зеркало может быть непрямым, а вот с таким рельефом в обычном подъезде. В обычном подъезде есть место, например, бонзай. В обычном подъезде есть место, например, в коридоре стеклянной двери. Для чего стеклянная дверь? Если в случае чего, не дай бог, какой пожар, то любым предметом разбить стеклянную дверь намного проще, чем, например, вот такую. То есть это несколько минут на то, которое спасатели тратят на демонтаж дверей, поможет спасти чью-то жизнь. Например, то есть вот эти маленькие-маленькие фишечки, они вообще во всем. Даже когда зайдете внутрь в номер, там этих фишечек будет очень много. И такое ощущение, что кто-то задал вот этот тренд на логику, на разум, здравый смысл. Плюс предприимчивость литовцев. А литовцы, наверное, из бывшего Костсовка, это самая предприимчивая нация. И вот она делает такие вещи, как, например, если вы посмотрите на Дурский Нинькай и почитаете историю, ну это такой обычный, никакой убитый городишко. Я говорю, когда мы первый раз туда приехали 5 лет назад, и сейчас, то за 5 лет, это такой скачок, как примерно, например, в Москве или в Минске, или в Киеве, вот, да, такой рывок здоровый. Но там люди миллионными ворочают, миллиардами. А здесь просто инициатива частного обычного предпринимателя и обычного гражданина, который вот живет и поднимает ценность всего. Зашли опять же в гостиницу, трехзвездочная дешевая гостиница. Обратите внимание на окно. Да? То есть такое балансардное окно получается. Обратите внимание, как отделан каждый частный дом. Обычный частный дом, обычное украшение и прочие вещи. То есть заморачиваются по полной и очень много тратят на детали, на мелочи и нюансы. Ну вот такой он был у нас сегодня первый день. Мы приехали, великолепно покушали. Я поехал покушать в обычное кафе, а покушал примерно, как на дешевленовском ресторане. Мега все как-то, мега. Эмоции просто от еды, как будто бы мы сходили в какой-то музей, в какое-то там другое путешествие. То есть мы приехали, зашли в гостиницу, покушали. У нас эмоции уже зашква. Завтра у нас будет день с утра, который мы проведем здесь. Но уже в предвкушении того, что вау. Это несмотря на то, что мы ездим сюда практически каждый год. И здесь нет места, которое бы мы не знали. Но каждый раз какая-то малая фишка. Сейчас мы идем спать, а вот завтра у нас будет интересный и насыщенный день. Маленькая-маленькая деревня. А полчаса влево, полчаса вправо, оно закончилось. Покушали и идем гулять по дурцкиненькой уже дневному. Ночью прекрасно, а днем, тем более, поскольку у нас только что прошли рождественские новогодние праздники, анимация по традиции остается еще долго. И елка, как правило, стоит весь январь. Почему нет? И ставится она, как правило, за месяц до праздников. Вот, что придумали в центре города. Но это очень часто на рождественских рынках делают вот такие анимации. В данном случае это овечки. И анимации окупили Иисуса Христа, где родился маленький спаситель. Ну, как же это так? Может, мы не попадем туда? Вот так у нас выглядит аквапарк. Это действительно шедевр бетонного домостроения. Но построено еще, по-моему, с советских времен, мне так кажется. Насколько я понимаю в архитектуре. Но выглядит до сих пор актуально. Из-за интересных обтекаемых форм. И рядом с ним находится подъемничек. Вот сейчас мы к нему направляемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В нашем случае нам опять не повезло. Надо все-таки как-то бронировать заранее. Мы второй год сюда приезжаем. И второй год здесь все занято. То есть на тюбинке очень много детей. И просто так не покататься. Но есть опция такая заплатить 1 евро и зайти внутрь, чтобы посмотреть хоть как оно выглядит внутри. Так, на самом деле Сноубарин это офигенная штука. Но опять же надо понимать для кого она офигенная. Если вы профессиональный горнолыжник, вам нет смысла сюда ехать. Но довольно будет скучно. Но если вы профессионал и приехали сюда в июле, августе, почему бы нет? В жару не погонять здесь. Раз. Второй момент. Она для вас очень полезна, если вы становитесь на лыжи. То есть если вам нужен тренер на вашем языке. И вы хотите, чтобы вас поставили на лыжи, это очень хорошо. Второй момент. Смотрите, как гигантский ресторан. Вы можете сидеть своей семьей и смотреть в окно, как вашего ребенка тренер ставит на лыжах. То есть кухня отмена. Здесь очень сложно найти невкусную кухню. И вы здесь кушаете пару часов. И смотрите, как работает с вашим ребенком. У вас под присмотром. Вы находитесь в тепле. Это очень круто. Но сейчас за моей спиной находится горка для тюрбинга. То есть мы, разумеется, хотели на нее попасть. Так вот, два взрослых, два ребенка обойдутся вам в 50 евро. А по сути это такая маленькая придворовая горочка. Такая, как у вас на районе. То есть если вы приехали сюда в июле, это круто. Если вы приехали сюда не в июле, мне кажется, вот в соседней канаве горка будет круче. Поэтому сноп-арена хороша в летнее время. Во втором случае, если вы хотите с тренером поставить ребенка на лыжи. Два. И, 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 пожалуй, все. То есть профессионалам здесь будет скучно. Здесь горка не для них, если они не летом приехали. А детям здесь немножко будет обомно. Потому что горочка, ну, прямо ни о чем. И плюс ко всему, почему мы туда не попали, потому что очередь. То есть нам нужно было заплатить за фуникулер 20 евро, чтобы сюда приехать. То есть это прикольно. Это того стоит. 5 евро с человека у нас 5 человек. Вот. А делать тут особо нечего. Но очень важно заплатить 1 евро за вход, чтобы понять, оно вам комфортно или вам не комфортно. Твое ощущение от тюбинга? Понравилось. Конечно, подниматься было очень легко. Там была дорожка специальная, встала все. Скатываться тоже нормально. Сначала ты едешь, обычно дорога, а потом начинается люк. В конце ты соскальдиваешься и поднимаешься по горке. Ну, то есть для 10-летнего не страшно и все очень круто, да? Понравилось. Стоит? Стоит это. Стоит. Так, ну и справедливости ради надо сказать, что есть еще основная, вот такая здоровая трасса, на которой можно покататься на лыжах. И вот там, в самом конце, есть ресторан, который 50 метров над уровнем земли. То есть это было бы интересно, конечно, но мы с маленькими детьми уже накатались, и они хотят у нас в аквапарк. Но вот это ресторан, который наверху, и вот это все огромные штуковины, это еще открытая лыжная трасса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Литовский аквапарк, это очень торжественно. И литовская архитектура имеет свои архитектурные нотки, стиль, который можно, пожалуй, встретить только здесь. Неподалеку есть музей скульптур, тут же в Дурске Никае, его тоже стоит посетить, ну, летом, не зимой. Он тоже великолепен. И обратите внимание на архитектуру, которая за моей спиной. По-моему, она того стоит, чтобы обратить на нее внимание. Видите, какая интересная развивалка. Ты фактически входишь в такой глухой коридор, опускаешь лавочку, и эта лавочка автоматически блокирует двери. То есть эта дверь не может открыться здесь. И здесь вы начинаете переодеваться. Важный момент, чтобы сфотографировать, снимать видео, стоить в обуви, говорить по мобильному телефону. На мобильный телефон очень многие как видеокамеры используют. И курить здесь нельзя. Во всех литовских аквапарках, в которых вы находитесь, специально надо платить где-то 15-25 евро для того, чтобы снимать видео. И это делается с точки зрения, чтобы вы не снимали других людей не одетыми. Это некомфортно. Но если вы платите лицензию видео, вас предупреждает сразу, что ваша камера не может быть направлена на людей. Если ваша камера не направлена на человека, а на свою семью и на окружающих, то это допускается. Но поскольку у нас нет эксшн-камеры, то с видео внутри аквапарка будет немножко сложновато. Ну, может быть, что-то получится. Продолжение следует... Так, мы сейчас тестируем новый ресторанчик, который находится прямо внутри аквапарка. А подача еды, по-моему, шикарная. Здесь уже не первый раз мы делаем это. Понравилось то, что нам все принесли меньше, чем за 10 минут. То есть это очень оперативно, несмотря на то, что зал был загружен полностью. Так что сейчас будем дегустировать. Но поскольку мы здесь уже не первый год питаемся, здесь однозначно одно из лучших мест после, наверное, хаоса в Дурскине Кай, которое, ну, прям нужно. То есть здесь, в принципе, итальянская кухня. Ну, и все так довольно на высоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА